Практическая психология Таким образом они будут устраивать эти семейные праздники и эти каникулы Тем не менее, все чаще и чаще встречаю людей, которые говорят А ты подвела итоги? Вообще, сейчас понятно, что все говорят Ну вы же там психологи, вы же прокаченные, да? Но мы прежде всего люди Вот как человек, не как специалист Подводите, Снежана, итоги года? Да, я подвожу итоги Например, такой вариант у меня существует Я открываю свою страничку в социальной сети Или свой телефон И просто просматриваю все фотографии за весь год Да, действительно, в моей жизни много было неприятных событий И я потеряла папу в этом году Но эта жизнь наша такая И действительно в ней всего много было А я именно обращаю внимание на приятные моменты своей жизни Потому что мои близкие, они хотят, чтобы дальше жизнь наша продолжалась Я знаю, чтобы папа этого хотел И, наверное, это важно рассказать Раз раз вот так сказала Да, 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 обязательно Да, потому что это тоже очень важный момент в моей жизни Поэтому я вчера даже это делала Я просто пролистывала фотографии Смотрела, что столько много событий в моей жизни За этот год случилось Столько новых знакомств интересных Столько впечатлений Море Путешествий Путешествий Да, столько детей везде у меня были Столько фотографий мне отправили И я поняла, что я очень счастливый человек Поэтому чего и вам желаю Вот фотографируйте чаще, да, в своей жизни разные моменты И это будет неожиданно очень Неожиданно очень, что вы увидите там себя таким С такой улыбкой Вы прочитаете в глазах ваши все события В вашей жизни Это огромный ресурс Это огромное Это то, ради чего стоит продолжать жить Вот И знаете Как специалист, когда приходят Когда вопрос задаешь Люди ведь не могут вспомнить Приятные моменты жизни И это связано всегда Чем у человека серьезнее диагноз Тем он меньше помнит Приятные моменты жизни Поэтому это очень хороший способ То есть вот Я правильно называю Этот метод у нас есть Такая фототерапия, да Сейчас она нам доступна практически всем Когда мы можем фиксировать практически каждый день Своей жизни Камера в каждом телефоне есть Правда? Да Плюс ко всему Это регулярно выкладывать Хотя некоторые же говорят Ну как вообще социальные сети Это иллюзия жизни Это не ваша жизнь Но тем не менее Для подведения итогов Да Почему бы и нет Не все действительно в социальных сетях И не всем это нужно Но всегда есть что-то личное Что-то на телефончике И я вообще рекомендую Создавать своим детям Своим близким Своим родителям Вот такие подарочки На 8 марта На Новый год Просто собрать прекрасные моменты Где ваши близкие Счастливые Довольные Чтобы они смотрели в этот свой альбом Ресурсный Носили его все время в сумочке Где самые-самые моменты Чтобы в такой дождливый день Или грустный день Открыть его И просто улыбнуться Посмотреть И словить опять те эмоции Которые ты испытывал Именно в это мгновение Когда говорил Чиз Или тебя нежданно Негаданно Вдруг твои домочадцы Сфотографировали В этот радостный Твой момент Еще есть такой способ Я детей своих учила Маме тут недавно Рассказывала Значит У нас 10 пальчиков Просто вот едете в автобусе Перед сном Похвалите себя Перечислите Каждый пальчик Возьмите И перечислите Маленькое любое дело Которое тебе было по силам И ты сделал Сегодня Сегодня да Произошло Потому что мы все В долгосрочных проектах Мы все в больших проектах Мы что-то строим Делаем И результат Он еще не скоро А нам всем хочется Результата сейчас Потому что это дает Огромный ресурс То есть у нас дело Закрылось Все Мы хотим идти дальше И поэтому Маленькие дела Они дают нам Такую возможность Почувствовать Что я молодец Или я умничка Что все У меня вот это закрылось Я там принесла шоколадку Я улыбнулась Я купила там себе Новое платье Мамочка что-то я сделала Подруге что-то сделала Какой-то новый проект запустила Какую-то маленькую штучку В течение дня Я помню У меня был Неприятный Такой тяжелый момент В жизни Тоже были разные Долгосрочные проекты Строили там Жилье Еще что-то И вот как-то все Вот-вот Не радовало Слишком было много Обязательств Было много Обязательств Да И у меня были нитки У меня были какие-то палочки У меня дети были маленькие Мы стали что-то там плести У меня пошли Значит Одна подружка пришла Другая пришла Ой, как здорово Забрала И как здорово Забрала А у меня вернулась Столько вот энергии Что я поняла Что я сделала Всего там Ну посидела там Полчасика Два часика А люди ушли Как с таким подарком И это для меня Было очень важное Открытие Искусство маленьких шагов Поэтому используйте это Вот ежедневно Я там Вот это сделала Это сделала Я молодец Ну и плюс Хорошая гимнастика для рук Да А вы сами понимаете Что каждый пальчик Связан с нашим мозгом Что тоже немаловажно Согласитесь Да Поэтому загибаем пальчики Загибаем самостоятельно А не просим Кого-нибудь это делать И вы знаете Вот мне нравится Очень хорошая фраза Да Хвалите себя Потому что Это ответственное дело Нельзя поручить чужим людям Поэтому сами себя хвалите Обязательно Даже за тот день Который вы прожили Можно уже за этот день Поблагодарить и вселенную И себя Да И смело строить Планы на будущее Да А еще это такие простые штучки Которые все время Ну с нами Да Не надо придумывать что-то там Использовать Какие-то там Долгоиграющие Да Вот Все Пальчики при тебе Да Загнула Похвалила себя Поблагодарила себя И двигаешься дальше Да Так мы Так мы восстанавливаем Доверие к себе Потому что Ну вот Кредитную историю Да Восстанавливаем свою Это всегда непросто А с годами Мы же много себе Обещаний разных даем Ну и не выполняем Соответственно Мы уже в цели Задачи своей Не так смело идем У нас все время Какие-то есть Как многие люди Нагазанывают Это ленью Сопротивление Какие-то слепые пятна Вроде бы Я же хочу это И не иду туда Почему Потому что Мы не видим Эти маленькие шажочки За которые Мы не понимаем Как себя похвалить Вот Помогайте себе Хорошо Вот кстати Теория маленьких шагов Она мне тоже Очень такая Близка И отзывается Всегда Вот Знаете И ходит такая В социальных сетях Шутка Да Там только Года меняются А план На следующий год Один и тот же Там например Найти себе мужа Потом Найти себе нового мужа Там да К примеру Или еще какие-то Ну как бы вроде Шутка шутками Да Но тем не менее Очень многие же люди Ежегодно Планируют Да Но при этом Не достигая чего-либо Переносит эти планы На когда-нибудь Потом Да Кто-то составляет списки Кто-то там сжигает Эти списки И умудряется Выпивать вместе С пенным напитком Кто что Кто во что гораст Но что Самое главное С точки зрения Психологии Вообще Для человека Вот в преддверии Этого нового года Я наверное Фокус внимания Обращусь То что ты сказала На такую вещь Что Что-то не сбывается На самом деле Как я Смотрю на свою жизнь Оно сбывается Только Какие-то Желаемые результаты Не сбываются В первый месяц В первый год А какие-то Становятся базы Для следующего То есть Здесь просто Гибче надо К этому Подходить Я просто Разрешила себе Быть гибкой То есть У меня Нету Жестких таких Прям рамок На свои цели Они же мои Я могу их всегда Подвинуть Что-то идет Быстрее Что-то нет Потому что События моей жизни Они постоянно Меняются Взаимоотношения Родители Дети Переезды И так далее И нету Смыска В таких жестких Каких-то рамках Вот для меня Это я для себя Так выбрала Ну а для кого-то наоборот Да Вот эти жесткие рамки Они являются Таким Ну стимулом Да Есть же категория людей Которые для них Дата Все К этой дате двигаемся Да Я больше замечала Что Да У меня тоже есть Такие Галочки Но это Буквально Касаемо Каких-то Может быть Пяти-шести Сфер жизни Сфер жизни Да И которые я понимаю Что все Я уже к этому иду Например у меня обучение У меня там Консультация Еще что-то А есть те цели Которые я большими мазками Вот на год Например делаю Сужусь И здесь Что может быть Я хотела бы Вас направить Что и большие мазки Мы можем написать Ну по-разному Вот я пишу как Я пишу Ориентируясь Не на внешнее А на внутреннее То есть не на внешние А атрибуты Например на декорации Да Там море Или там что-то Какой-то там Не знаю Прогулка Или что-то А я ориентируюсь вот здесь На внутреннее ощущение Потому что это у меня внутри Я это могу почувствовать Например Желаемый результат Допустим Я хочу почувствовать Легкость Или драйв От обучения Да Или То есть Конкретно Не вот обязательно У того мастера Не обязательно Вот там Да В той стране А просто чтобы я получила Вот этот драйв Обратить внимание Что за декорация Это у вас Вы что хотите Любви Счастья Радости Грусти Тоски Печали За этим декорациям Уже много разных состояний И иногда мы не понимаем Вот мы себе напишем Вот эти декорации Цели Да А может быть Они вообще не про радость И не про легкость И не про драйв Вообще все И зачем они вообще Нам все нужны И я вот Вот выбираю себе Такой день Периодически И у меня такой Красивый блокнот Девочка Люблю себя красиво Отлично Очень часто Жигаю красивую свечу Вот Это меня настраивает На свои внутренние Ощущения Состояние И я позволяю себе Просто помечтать Что бы я хотела Вообще Что бы Какие желаемые цели Бы я хотела И я прохожусь По таким По шести моментам То есть Что бы я хотела Для своего тела Начинаем с тела Да Что бы я хотела Для своего тела За год Что мне там не хватает Там Легкости Стройности Активности Сияния Вот что не хватает Да И тогда уже мне понятно Какие практики подбирать Да Что это вообще может быть Чтобы этого результата достичь Ну какие еще сферы Отношения с окружением Мое дело Отношения с мужчиной Да Мое духовное состояние Я вот по каждому пункту Например Набрасываю идеи Идеи И они чаще всего Бывают оформлены Какими-то прилагательными Да Да Они живые И чаще всего Из этого всего Я потом выбираю Что-то вот одно Ну какая-то одна практика Которая Уже со мной В течение недели Начинает жить Вот Например И эта практика Она ведь удивительна Да Потому что она Вроде бы работает Работаешь над одной сферой Да А как в нейропсихологии Подтягиваются Все остальные Да Например я помню Той Тем январем Декабрь-январь Как раз была Неделька была в Кирове Я села И мне так вот Что для тела Захотелось Вот чувствую Что период был такой Холодный Январь Помню И хочется тепла 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 Ну вроде Дочки Все Обнимашки Вроде есть Все есть Вот какого-то тепла Я начала Просто накидывать И среди них Такое Ну в сауну Это было вообще С точки зрения логики На самом последнем месте Вроде То есть просто погреться Вот погреться В буквальном смысле слова Разогреться в банке В сауне К подружку Может пригласить Разные идеи написала Что как бы мне получить Вот это тепло Желаемое состояние Тепла Для тела Хотелось тепла Прям согреться Хотелось Прям И было неожиданно Что когда все это Я перепробовала Оказалось самым эффективным На тот момент Это вот про сауну Прямо вот Когда я выходила оттуда Прямо писали стихи Что-то я делала Это было вот прям про то Потом сменилось состояние Другого захотелось Другого состояния Полета Полета И тут тоже можно себе Да столько всего Вот прописать И прожить это Да И тогда найдешь Именно тот момент Который тебя Ресурсирует Вдохновляет И позволяет Дальше двигаться Потому что жене Это же практики для нас А не мы для практик Да Для Поэтому цели Соответственно Я к ним гибко подхожу Потому что у меня вообще Все в жизни Быстро меняется И я поэтому То что там Раньше у меня проходило за год У меня проходит за месяц За два И то что я набрасывала Раньше на год Это проходит У меня Ну сжатые сроки У меня уже появляются Другие идеи потом И это другие скорости Взаимодействия Развития И поэтому Зачем я буду себя Ограничивать Зачем вы ставите эти даты Да Я ведь не знаю Вселенной Может быть хочется Чтобы как можно быстрее Все это реализовалось Да Замечательно Хорошо А вот Когда мы подводим итоги Мы Часто же пропускаем То самое звено Важное звено Это когда Отпраздновать Ведь столько всего Можно Уже сделано Ты себя похвалил Да И вот это состояние праздника Это же тоже своего рода Такой Ресурс Да Который если ты не отпраздновал То ты его себе Ведь не присвоил Ну да Как 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 используете Это в своей жизни Праздник такой тихий Внутри себя Или же действительно Друзья Подруги Там Члены семьи Что вот это Что больше И чаще работает У меня в разное время Было по-разному В каждые годы По-разному Сейчас Мне нравятся Больше Прогулки В одиночестве С природой Вот это прям для меня Праздник души И для меня Это не Может быть Нитрата А вклад Вот Вот Наверное так Хорошо Ну вообще Призываете Ну конечно Рекомендуете Надо вот так Наверное правильно сказать Что Не пропускать Вот этот момент Празднования Своих маленьких Или там Больших Но побед Ну с точки зрения Нашего устройства С точки зрения Физиологии Оно действительно Так Такое есть Слово Подкрепление И воспитание Деток Дрессура Животных Оно на этом Основано Что Мы будем это делать Например Да Дети будут это делать Если мы их похвалим Слушай ты такая молодец Ты сегодня вещи на место сложила И ребенок будет стараться это делать Потому что мама похвалила Да Это подкрепление И поэтому Кто-то это критикует Кто-то нет Но мы все-таки Привязаны К привычкам Вот И формировать Полезную привычку Да Подкреплять ее Да Чтобы нам хотелось Идти в какие-то вызовы В какие-то сложные дела В какие-то сложные задачи Придумайте себе Подкрепляйте себя Какими-то вкусняшками В виде всевозможных Ах Сейчас нас слушают люди У которых компульсивное заедание Они говорят Что вы нам психологи рекомендуете Но вкусняшки Это ведь не только про еду Вкусняшки вообще В широком смысле А давайте про этот широкий смысл Проговорим Что для вас является В широком смысле вкусняшки Мне вообще Нравится испытывать удивление Вот интерес Вот я как маленький ребенок И ставят У меня панса У меня крышки расправляются Поэтому это Возможно Все новое Я иду во все новое То есть Раздвигаю какие-то границы Все время нравится Что-то интересное Новые люди Знакомства Литература Мне очень нравится Двигаться В своем любимом деле Я очень много обучаюсь Поэтому мне нравится Вот так вот То есть это начиная В буквальном смысле слова Со вкусняшек И заканчивая Например вкусными объятиями Вкусными интересными людьми Какими-то новыми эмоциями Яркими красками Вот мы про эти вкусняшки Самая большая ценность Для меня Это развитие Вообще Развитие Узнавать что-то новое И Я себя Вот прям до сих Такие подарочки Делаю все время Это конечно же В наше время обучение Оно стоит Это ценность Я себя вот так вот Ну потом Всегда новое обучение Его потом ведь можно И монетизировать Правда да Очень удобно Всегда да Три в одном Так что смело Идем дальше Хорошо Итак Люди подводят итоги Хвалят себя Далее Празднуем Это мероприятие Присваиваем себе Ресурс этого праздника Без этого Ну прямо таки никак Я вообще считаю Что отмечать свои победы Даже маленькие Нужно В обязательном порядке Обязательно нужно Этими победами Делиться с другими Да Чтобы Да Может быть даже быть В чем-то пример И радостью Да Этим состоянием И верить В то что Еще впереди Очень-очень много Таких историй Интересных Успешных И дальше Мы Садимся И занимаемся Планированием Вот Я встречала В жизни людей Которые Живут без планов И Мне они Кажутся Потрясающими людьми Потому что Как это так Они говорят Никогда ничего не планируем Когда-то там Кто-то сказал Что планировать нельзя Вот теперь живем Вот здесь и сейчас Вот так Прямо проживаем Но большая часть людей Особенно людей Таких с активной Жизненной позицией Планингом Занимаются Как правильно Строить планы Давайте еще раз Может поделитесь Какими-то еще такими Своими методами Способами Когда в жизни Мало задач Мало функций Смысла Наверное Нет планировать Потому что Человека Понятно Там работа Дом Семья Или огород И у него Там с ним Другие ценности И поэтому Действительно Вроде бы И нету смысла Он интуитивно живет Чувствует Примерно Тут одно Другое Третье Осень сменилась Зимой Зима сменилась Весной Планирование Я так чувствую Подозреваю Что это часть жизни Тех людей Которые совмещают Много задач И поэтому Здесь тогда Есть смысл Перераспределять Ставить акценты Чтобы была Самая гибкость Поэтому здесь Действительно Нужно Немножечко Времени Чтобы просто Обратить на это Внимание Фокусировочку Такую сделать И вот Я сколько замечала Что сколько Я писала планов Я в них не возвращалась Я не заглядывала Потому что Это база Я сейчас говорю Когда я на год Накидываю Что это база Просто для того Чтобы оттолкнуться Когда в следующий раз Сажусь писать У меня уже Другое возникает Ну то есть Следующий этап Такой следующий этап Чего бы мне хотелось Там внутри Потому что Это вот меняется Постоянно реализуется Меняется Что-то хочется И еще Ну смотрите Хорошо Есть несколько методов Например Планинга на год Кто-то предлагает Это разделить на сферы Например Что ты хочешь достичь В работе Чего ты хочешь Каких результатов Или ощущений Или эмоций Получить в семье По саморазвитию Чего хочешь В здоровье В теле И так далее Сфер может быть Сколько угодно Правда И каждый Вот Интересно Часто такое бывает Что Люди Записывают В свой планинг Совсем не свои задачи Ну по крайней мере Я в практике Такие вещи встречала И когда начинаешь Прояснять А вот это точно Твоя задача На этот год Ой нет Это мне там Преподаватель сказал Что было бы неплохо Пойти там В аспирантуру А ты этого хочешь Нет я этого не хочу А в плане стоит Да И вот Мы с вами Правда Встречаем Такие ситуации Как отличить Твою истинную Цель От То Что тебе Нанесено Окружающими Да Ну вот сейчас В примере Было очень хорошо видно Что там сразу Грусть, тоска, печаль Появилась А когда ты хочешь Там радость Там всегда интерес Там тебе хочется А вот это вот Ну вот Не хочу Да Там сразу Другая эмоция Поэтому обращайте На это внимание Если другая эмоция Пошла Не хочу Да как А кто тогда это хочет Да И почему Это в планинге У тебя появилось Да Может быть это у преподавателя Должно появиться Да Ну вообще мне эта идея Тоже нравится Я после больших мазков Обычно Ну когда я все вот так вот Накидала Чтобы вообще мне хотелось Там план максимум Да Если бы у меня там был Миллион или пара миллионов Что бы я все там поделала Я вот из этого состояния пишу И как правило Тридцать процентов Всегда сбывается Причем Иногда сбывается то Что вот пришло В самом конце уже Вот пишешь 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 А потом уже так Достается Откуда-то прям Закромов Из какой-то коробочки Из тайника души Вот И обычно это все И воплощается Как-то неожиданным способом Все остальное Уходит как-то Ну просто больше времени нужно Не год например Больше времени на какие-то Мои цели Задачи нужны Я смотрю Что они идут В таком В рабочем режиме Но они немножко Как-то вот Видоизменяются И мне тоже Когда большие Вот мазки такие Нашла Я уже так Прикидываю на год На год примерно Вот допустим Осенью Весна Зима Там или лето Да Так я примерно Смотрю Там В соответствии с этим Тогда на декады На трехмесячный этап То есть Ну как бы Сужая Я обычно сужаюсь От года до месяца Тогда мне уже В текущие месяцы Понятно Что мне нужно уже Успеть сделать Чтобы через год Например Меня это устроило Но я это делаю Всегда примерно Ага И под таким Я так понимаю Интуитивно Да Я делаю интуитивно Конкретно у меня Вот на декады На декады Процентов Вот так 50 Я смотрю так Потому что То что мне приносит Текущая ситуация Это всегда интереснее И больше Чем я могла Напланировать Вот в моей жизни так А у кого-то по-другому Правда может быть Да У меня никогда Не было Чтобы я напланировала Это было больше чем То есть Возможности-то идут Я открыта к этим Возможностям Я не зацикливаюсь На написанном Вот этом плане Оно как есть Как вот Солнышко Как точка Куда я иду Но Помимо этого же Кто мне мешает Еще Мне же мир помогает Я же так к этому отношусь Мне же мир помогает Я открыта Хорошо Я принимаю Все то что идет Я принимаю И немножечко Что-то я редактирую Там Количество участников Даты Еще что-то То есть У меня не так Все справа Хорошо Что мы будем делать С вами Вообще Что делаем С теми планами Которые не реализовались Я например Вижу что Да Мне они интересны Они развиваются Они там реализовались Все равно На какой-то процент И они идут дальше Просто я На тот момент Не могла отследить Что оказывается Выяснились еще Какие-то детали Которые я не могла Предположить Что они будут На пути К этой цели Их надо тоже Порешать Соответственно Даты сдвинулись Но я к этому Спокойно отношусь Да И даты сдвинулись И мы можем Эти цели Которые не реализовались В этом году Перенести на следующий И цели Которые не реализовались Они просто Мне не нужны Уже сейчас Я понимаю Что они были Но они дали Возможность Поразмышлять И выйти на Другой совершенно Уровень Поэтому Я вот три года назад Например Была на таком Очень интересном Проекте Мышление миллионера Проводил Очень интересный Бизнесмен Юрий Курилов Он как раз Приезжал из Москвы В Питер В Америку С своей семьей И меня заинтересовал Этот проект И кстати Он тоже говорил О том Что цели Должны быть гибкие Поэтому Чтобы не спотыкаться О них Я понимаю Что успешные люди Они об этом говорят О гибком планировании Хорошо Итак Мы сегодня говорим О том Как подводим итоги Разговаривали Говорили о том Какими способами Можно это делать Давайте сейчас Более подробно Какими методами Мы можем планировать Я например Прекрасно владею И мне нравятся Очень письменные практики Когда все на листочке Когда все Я прямо Взглянула Заглянула Посмотрела Иду верным путем И двигаюсь дальше Если что-то нужно Действительно вычеркнула Что-то еще дополнительно Дописала Для вас Весь план в голове? Нет Я тоже пишу У меня много тетрадок Исписано Я пишу очень много А самое важное Помещаю уже В телефон У меня календарик есть А вообще Весь процесс Он творческий Он у меня происходит Будет тоже так Письменно Тоже Хорошо Еще есть методы Мне очень нравятся Я например У своих коллег Тоже подсмотрела У кого-то Есть такая доска Желаний и целей И они Прямо Визуализируют К октябрю 2020 года Дом должен быть Достроен Уже картинка Макета Достроенного дома Например Трое детей К такому-то году Тоже было бы неплохо Как относитесь К практикам визуализации? Я отношусь хорошо Но у меня видимо Очень сильно Внутри встроена визуализация Я видимо У меня картинки Да В голове Очень интересно Может быть Кто-то Если занимается Этой практикой Вам такой еще Нюанс Что Когда вы например Какое я хочу Тело Или дом Или отношения Можете заглянуть Например В интернет И просто посмотреть На эту тему Картинки И на то Что вы отреагируете Вы можете Это С тебе в папочку И распечатать И уже Например Вот Какие-то эмоции Ассоциации Цвета Может быть Взгляд Какие-то Идеи Находки Мы же никогда не знаем Вот Мы же выбираем Друга Кофточку Какой-то цвет одежды Мы выбираем интуитивно Очень часто Вот мы среагировали А потом Мы только логически Поняли Почему Здесь точно так же Очень Такая Интуитивно Глубокая Происходит Взаимосвязь И таким способом Вы себе Очень быстро Вот эту картину Мира своего Сложите Какие отношения Пересмотрели Разные отношения Вдруг поняли Что Он должен быть Вот такой Он такой С бородой Или в рубашке В клеточку Или еще там что-то Или с молотком В руке Ну то есть Вы уже У вас радость пойдет У вас пойдет Огромная радость И заряженность То есть Если заряда нет Если вы умозаключением Вымучиваете это все Это не будет работать вообще Там заряда нет Магнита нет Магнита нет Ничего не притянется Да Отлично Ну что Сегодня мы В программе Практической психологии Вместе со Снежаной Дударевой Говорили о том Как нужно подводить итоги Как необходимо Планировать свою жизнь И вообще Как необходимо Отмечать Свои победы И Если надо Даже иногда поражение Такое тоже бывает Потому что Наша жизнь Не всегда состоит Из-за одних успехов И достижений целей Правда? Ну проговаривать нужно Потому что Это профилактика здоровья Да Это профилактика здоровья Все правильно Спасибо Снежана большое Было сегодня очень интересно Спасибо Тоже очень приятно Мы же всем желаем Крепкого здоровья И уже до встречи В новом 2020 году Любви, счастья И всех благ вам